Довольно познавательно для новичков, кто только начинает разбираться в музыке. Это отличный пример, чтобы поглубже узнать суть, что как строится, из чего состоит, что для чего нужно, только вкратце. Меня очень впечатлило оркестр, как он играл, впечатлило рассказ о музыке, а дирижёры, как пели артисты из Аперетты. Мне очень понравилось, я надеюсь, что будет ещё раз такое мероприятие. Кроме вот этой музыкальной части, я бы хотел еще ждать что-то театрального, чтобы мы, как зрители, сможем увидеть все вот эти внутренности театрального искусства. Великолепная игра оркестра. Это просто, понимаете, настолько эмоции просто переполняют. И вот звуки, когда только-только начинает звучать оркестр, звуки, получается, как будто вот оттуда не спадают сверху и пронизывают всё тело. Это просто великолепное ощущение. Это вот если говорить об оркестре. А если говорить об артистах театра, об их исполнении, это же просто вот верх изумления, верх счастья. И на самом деле театр для нас, я так думаю, что это как раз, знаете, такое место перерождения, вот именно душевного перерождения. Место какой-то силы, приобретения чего-то нового, духовного. Вот просто на самом деле вот посмотришь, послушаешь, впечатлишься, и жизнь прекрасна, и жить так хочется, и творить, а ещё и весна. Просто суперзамечательно. На самом деле театр — это не просто перерождение, а это, наверное, способ убежать от нынешней такой реальности, как-то гонки. И каждый спектакль — это целая прожитая жизнь, когда ты полностью отключаешься от современности и вот вникаешь именно в ту постановку, которая на данный момент происходит. Это очень сильно заряжает энергией, наполняет, полностью хочется дальше идти, творить, работать и радовать всех окружающих. Продолжение следует...